Добрый день! Меня зовут Шуров Василий Александрович, я врач-психиатр-нарколог. Более 15 лет я помогаю людям с различными зависимостями. Тема сегодняшнего разговора тромодол. Тромодол это синтетический анальгетик опиоидной группы, достаточно широко распространенное обезболивающее. В ряде стран, таких как Украина и Белоруссия, он отнесен к наркотическим веществам, у нас он отнесен к сильно действующим веществам, требующим рецептурного учета. В некоторых странах Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Африки он вообще очень свободно продается, и в том же Египте наркотическая зависимость в половине случаев связана как раз с бесконтрольным употреблением тромодола. У нас такой практики чисто тромодольной наркомании мало. Как правило, тромодол у наркоманов лежит в аптечках, в запас. Если вдруг не удастся достать наркотик, можно тромодолом забить абстинентную симптоматику. Также тромодол используют в составе различных миксов, смешивают с различными веществами для усиления эффекта. Ну и не стоит сбрасывать со счетов именно купирование абстинентного периода. Очень часто люди, которые хотят дома бросить употребление опиоидов, пережить так называемую ломку, пытаются сделать это на тромодоле, не понимая, что ломка не пройдет, что это тот же самый опиоидный препарат. И ситуация только усугубится. Плюс требуются дозы гораздо выше, чем дозы наркотика. Очень часто возникает угнетение дыхания, люди просто погибают. Поэтому тромодол это однозначно наркотическое вещество, вызывающее и психическую, и физическую зависимость, и требующее точно такого же лечения с детоксом, с реабилитацией, как и употребление опиоидной группы или любых других наркотиков. Какие показания медицинские к применению тромодола? Тромодол это очень сильный обезболивающий препарат. Его очень часто назначают пациентам с онкологией, особенно в запущенных стадиях, когда постоянный болевой синдром требуется применение уже серьезных наркотических анальгетиков. После тяжелых травм, когда идет восстановление с выраженным болевым синдромом, запущенные воспалительные заболевания, сопровождающиеся тяжелым болевым синдромом. То есть все состояния, где болевой синдром не купируется ненаркотическими анальгетиками, требуется назначение анальгетика опиоидной группы, чтобы убрать боль. Других показаний у этого препарата нет, так как он угнетает сознание, угнетает дыхание, нарушает функцию печени, и просто так его назначать никто не будет. Тромодол принадлежит к опиоидной группе, и психическая, и физическая зависимость возникает достаточно быстро, буквально в течение нескольких применений. Использует его для получения эйфории, расслабления. В те периоды, когда не удается достать свой привычный наркотик, чтобы человека не ломало. В те моменты, когда наркоман решает бросить самостоятельно, он пытается, употребляя запасенный тромодол, как-то пережить ломку. Хотя на самом деле ломка не купируется, она будет просто пролонгироваться, либо ему придется автоматически повышать дозы тромодола, чтобы как-то погасить эту симптоматику, и закончится все достаточно трагически, угнетением дыхания. Если скорая помощь со специфическим антидотом на локсоном не успеет, человек может просто погибнуть. Поэтому основной эффект эйфорический, часто в миксах, в смесях, чтобы усилить этот эффект. Ну или, что называется, перекумариться на языке наркоманов, купировать абстинентный период, сделать его более мягким. И погибают, соответственно, точно так же, как от передозировки опиоидов путем угнетения сознания. Так какие же признаки употребления тромодола? Если человек находится под действием препарата, у него заторможенность, расслабленность, беспричинная радость, ему ничего не надо, зрачок сужен, количество дыхательных движений может быть уменьшено. Как правило, наблюдается гипотония, расслабление, различные запоры, нарушение функции пищеварительной системы. Ну, в общем, это выглядит как такой необъяснимо спокойный человек, которому очень хорошо, он ничего не надо. Если человек находится в абстинентном периоде, он наоборот, тревожка, паранойя. Человек ищет, где добыть препарат. Он раздражителен, пытается добыть денег, пытается найти какой-то рецепт его подделать. У него такое выраженное, поисковое, беспокойное поведение. То есть два состояния наркомана. Либо в употреблении все очень хорошо, суженный точечный зрачок, как у всех потребителей опиатов. В межприемном периоде, когда наркотиков в крови нет, это беспокойный, мечащийся человек, уже под угрозой начала физической ломки. Где-то начинает потряхивать какие-то вегетативные проявления, повышенное потоотделение, тахикардия. Зрачок уже может быть расширен. То есть обратная симптоматика состоянию, когда человек употребил. Есть две формы. Трамал инъекционный и тромодол в капсулах. Ну и, соответственно, два пути попадания в организм. Это внутрь, если речь идет о капсулах, и в виде уколов. Кто-то колет внутримышечно, кто-то внутривенно. Кому как нравится. Это уже в зависимости от предпочтения или наличия неповрежденных вен. Это уже инъекционный путь для тромала в ампулах. Последствия можно разделить на быстро наступающие и у пациентов, длительно принимающих тромодол. Хотя по статистике та же самая история, что и у потребителей опиоинной группы 5-8 лет в среднем они живут. Погибают, как правило, от передозировок, потому что наблюдается выраженный эффект толерантности. Дозу постоянно приходится увеличивать. Рано или поздно происходит угнетение дыхательного центра, и чувак погибает. При длительном применении нарушается функционирование мозга, страдает память, интеллект, мышление, формируется вот такое слабоумие наркозависимого пациента, резкое сужение взглядов. Человек, как правило, не работает, сидит дома, перебивается с какими-то случайными доходами или полностью паразитирует на родственников. В общем, при длительном употреблении может дойти до полного распада личности и утраты всех социальных функций. Лечится зависимость от тромодола так же, как зависимость от всей опиоидной группы. Наличие выраженного и психического, и физической зависимости вынуждает к лечению в стационаре, потому что эти пациенты в абстинентном периоде переживают очень тяжелую абстиненцию, выраженную ломку, выраженный болевой синдром, гриппоподобное тяжелое состояние, когда человек не может ни спать, ни есть, ему требуется постоянный врачебный контроль. Поэтому первый этап – это госпитализация в стационар, обследование, психокоррекция, дезинтоксикация, работа с психотерапевтом, подготовка пациента к реабилитации. В дальнейшем он точно так же проходит реабилитацию в условиях, исключающих употребление, формируются новые модели поведения, прорабатываются дефекты характера, человек занимается индивидуальной психотерапией, групповой, ведет дневник самоанализа, потихонечку, постепенно, шаг за шагом выходит из своей зависимости. Ну и в дальнейшем уже происходит ресоциализация, это либо работа с психотерапевтом амбулаторной, либо человек входит на группы, возможно и то, и другое, если сильная зависимость. Ну и постепенно выбирается только так. Иллюзия, что вы сможете бросить сами, не вернетесь. Опыт показывает, что без всех этих шагов не работает. Человек возвращается к употреблению, тем более это можно этот препарат достать, не так уж это тяжело. И возвращается, и употребляет, и также обманывает родственников, и также очень легко передозируется. Более того, после перерыва, когда толерантность упала, он по старой памяти может очень легко передозироваться. Поэтому вот это самый такой опасный период, когда человек начинает употреблять заново и принимает смертельную дозу. Если у вас остались вопросы по лечению от зависимости от ромодола, звоните на нашу круглосуточную горячую линию, мы вам обязательно поможем. Редактор субтитров А.Семкин